Всем здарова народ, с вами Варчик. В этом видео будем разбирать очередной раз ошибки и это будет разбор ошибок новичков. В последнее время мне прислало несколько человек разные свои реплейчики и в принципе их можно охарактеризовать всех как новичков, у которых схожие ошибки, они примерно одинаково ошибаются и стиль игры у них очень сильно похож. Они вроде бы пытаются активно играть, они ничего не боятся. Это хорошо, что они пытаются активно играть и ничего не боятся. Активный геймплей, он происходит когда? Когда вы новичок и ничего не боитесь и когда вы очень сильный игрок и играете на высокий результат. Посередине игроки, которые играют более-менее на средний скилл и вроде бы уже даже давно играли, они чаще всего играют более пассивно, чтобы меньше ошибаться, пытаются там что-то в какую-то дырку смотреть, какую-то позицию занять и так далее. Как ни странно, самая правильная игра, в World of Tanks происходит чаще всего у новичков, потом она у них перерастает в более пассивную игру, чтобы якобы меньше ошибаться, но при этом они меньше участвуют в бою, с них пользы меньше. Но поскольку новичок тоже мало в чем разбирается, пока он играет активно, он много ошибок допускает, поэтому у него очень много боев происходит с ошибками, где он сливается. Поэтому у новичков происходит не часто высокий результат, хотя они вроде бы играют в правильный геймплей, просто попутно они очень много совершают ошибок. Во-первых, что мы видим у этого игрока? На Черчилле у него стоят рога. Замечательный модуль, который дает 25% к обзору, когда мы останавливаемся и стоим. После того, как мы постоим несколько секунд, рога включаются и этот модуль начинает давать нам обзор. У многих новичков стоит вообще сетка рога и третий модуль вообще непонятно какой. Причем они ставят эти модули на все танки и даже многие люди, которые играют очень давно, тоже часто ставят сетку рога на все подряд танки. Видимо, потому что они бесплатно снимаются. Это сразу же ошибка, поскольку эти модули нужно ставить только на те танки, которые часто играют с места. Они стоят, стреляют, прикрывают союзников. Таких танков в игре не так уж и много. Это всякие ватные ПТшки, чаще всего. В основном, эти модули только на них и применяются. Очень редко на каких-то других танках. 90% танков не нуждаются в таких модулях и никакой пользы им от этого нет вообще. Вы просто за собой мертвую игру стягаете, который почти никогда не работает, потому что играя на СТ и ТТ активно, эти модули почти никогда не работают. Поэтому они никакой пользы с собой не несут. Втыкая эти модули в танки, вы просто затыкаете слоты, которые могут приносить пользу, мусором, который ничего не дает. Наверное, процентов на 90. Танков сейчас ставятся следующие модули. Досылатель, стабилизатор, оптика. Это те модули, которые подойдут практически всем танкам. Они самые полезные и самые массовые для того, чтобы играть на результат. Остальные модули намного реже используются и очень в редких случаях могут быть полезными на вашем танке. Следующая ошибка, которую мы видим, это то, что большинство новичков не знают, откуда ждать беды. Видимо, наш игрок просто едет в город и он думает, что приедет в город и только там начнется борьба. До этого у него ничего не происходит. Во-первых, если вы новичок и пытаетесь научиться играть в это, поймите сразу с самого начала. Башню нужно всегда поворачивать в ту сторону, откуда могут быть проблемы от врагов, откуда вас могут засветить и прилететь снаряды вражеские. Во-первых, если вы на перекатке повернете башню в сторону вражеских танков, в сторону вражеской базы, рано или поздно на любой перекатке вас могут засветить. Поэтому нужно, во-первых, ехать максимально дальше от врагов. Это раз. Второе, пытаться ехать так, чтобы ваш танк чем-то прикрывался, если есть такая возможность. Также нужно поворачивать башню в сторону врага. Во-первых, во лбу у вас больше брони в башне. Во-вторых, у некоторых танков в затылке башни находится боеукладка. Так или иначе, иногда вы можете даже взорваться на перекатке. Также снаряд может еще под башню попасть и, короче, все это закончится очень плохо. Также, если повернуть башню в сторону врага, чаще всего силуэт танка сбоку у большинства танков будет меньше. Потому что, если спереди посмотреть, размер башни намного меньше, чем размер башни сбоку. У большинства танков так. Поэтому, во-первых, вы уменьшаете размер своего силуэта. Во-вторых, вы увеличиваете броню в ту сторону, откуда прилетит снаряд. В-третьих, вы прячете свои уязвимые внутренние модули, которые находятся в танке, там боеукладки и так далее. Казалось бы, простое действие, но уже с самого начала столько проблем это может принести, если это не делать. Следующее, если мы башню повернули в ту сторону, в которую мы не едем, нам неудобно. Потому что башня повернута в ту сторону, и чтобы она туда смотрела, нужно держать в ту сторону камеру. А смотреть мы хотим в ту сторону, в которую едем. Мышкой поворачиваем камеру в ту сторону, где враги. Когда башня уже в ту сторону повернулась, в которую нам надо, зажимаем правую кнопку мыши и башня перестает двигаться. Мы ее зафиксировали. И пока мы не отпустим правую кнопку мыши, башня будет в ту сторону смотреть. Поворачиваем камеру туда, куда надо и едем. Вот такие вот простые действия могут принести вам очень много пользы. Также в ту сторону иногда можно еще и стрельнуть. Вдруг кто-то из союзников поедет и быстро посветит перекатку врагов, а у вас уже туда башня повернута, и не нужно ничего делать, чтобы стрельнуть, кроме как нажать выстрел. Столько много мелочей может произойти, если не делать такое вот простое действие. Также видно, что наш игрок просто едет и просто смотрит перед собой. Особо ни о чем не задумывается. Дальше мы еще увидим, что ничего он не боится абсолютно, поскольку еще не пуганный ничем. Когда он докачается чуть повыше, его начнут ваншотить направо и налево, когда он будет выкатываться в прострелы и выкатываться еще и в свету, то он начнет уже побаиваться. Куда попало вылазить. И тут он уже начнет со временем играть в тот самый геймплей среднего игрока, который ни о чем стоит и ничего не делает. Ну а пока что он не пуганный, он лезет во все дырки и ничего не боится. Сейчас мы это все увидим. Приезжаем мы на позицию и сразу видим, что какие-то небольшие проблемы уже заметны в плане выцеливания. Итак, выезжаем мы из-за поворота и просто смотрим вперед, что там у нас есть. Пока врагов спереди нету и мы выкатываемся, стреляем не особо аккуратно, откатываемся назад. Вроде бы ничего такого криминального пока что наш герой не наделал. Но, в принципе, закатился, постоял, что-то скучно, надо еще вылезти. Тут у нас КВ-2. КВ-2 у нас подставляется. И видно, что как-то рвана у нас стрельба смотрится. Во-первых, фпс. Фпс у нас скачет от 25 до 30 с чем-то, там чуть ли не до 40. Ну, я знаю, что есть компьютеры очень слабые, но чтобы от 45 фпс скакало до 25, что-то там, видимо, с настройками, мне кажется, не то. Явно там что-то не на минимум стоит и какие-то настройки стоят, наверное, не на минимальных параметрах. И поэтому при виде чего-то компьютер начинает задыхаться. Здесь мы выезжаем в какую-то дыру и просто стоим, при том, что в нас стрельнули. Поджигаем КВ-2. Короче, тут логики очень мало. Наш игрок просто в эту дырку вылазит и пытается куда-то дать урон. При том, что в этой дырке довольно-таки неплохо там в кустах засела Су-85 и стреляет в нашу сторону. Мы опять в эту дырку сейчас будем вылазить и нам повезло, что Су-85 куда-то там уехала. То есть, грубо говоря, если бы нашего игрока напрягали, он бы уже сдох. Просто на него никто не обращает внимания. Сейчас очень рискованный выстрел. А, на самом деле Су-85 не уехал, он просто там задумался. И мы видим, что игрок очень плохо целится. Он крайне не точно наводит прицел в то место, куда легче всего пробить. Сейчас он практически на ствол трупа навел свой прицел и нажал выстрел, чудом попал, хотя мог и не попасть. Поэтому со стрельбой явно что-то нужно делать. Абсолютно ужасная стрельба и четкости в стрельбе нету. Стрельба должна быть плавная. Стрельбы плавной здесь я не вижу. Игрок очень плохо стреляет. Не все новички так ужасно стреляют, но вот именно этот стреляет очень ужасно. Во-первых, сейчас, когда он выехал и мог нанести урон, он нацелился ему на правый каток. Нужно было целиться в НЛД или в лючок, он нацелился в правый каток. То есть, мало того, что в этой игре существует ВБР, а вы в последнее время видите, насколько кривые пушки в игре бывают, что я играю там просто нацеливаешься куда надо, но оно летит куда попало. Мало того, что в игре есть ВБР, который снаряд посылает в область всего прицела. То есть, вот наш круг прицела. И по площади всего прицела может полететь снаряд во время выстрела. То есть, мало того, что наш игрок может не нанести урон, потому что ВБР послал снаряд не в центр прицела, куда он целился, так он еще и сам целится не туда, куда нужно. То есть, этот игрок еще сильнее увеличивает шанс не попасть куда нужно. Сама игра устроена так, что нету 100% точной стрельбы в точку. То есть, куда вы навелись, туда и пробили. Такого нету в этой игре. Вам нужно безопасно как можно больше стрелять на любом танке по вражеским уязвимым зонам. И все равно у вас не будет 100% нанесенного урона за каждый выстрел. А если вы еще и сами не наводитесь на эти места, то ваша стрельба будет катиться просто в одно место. Ваша стрельба должна быть такой, чтобы если снаряд и не нанес урон, то только за счет ВБРа. Если снаряд полетел в край прицела. Поэтому ваше наведение должно быть очень четкое. Вы должны сразу резко переводиться в то место, куда надо. Не должно быть у таких рваных, дерганых движений. Настраивайте мышку, сынсу. Уберите со стола какие-нибудь вещи, которые мешают кошку, дедушку. Что там еще у вас на столе лежит, что у вас мышка просто как по углю едет. Такого не должно быть. Вы должны, выезжая из-за поворота, во-первых, вы можете от третьего лица посмотреть, как стоит враг. И если он отвлечен либо на перезарядке, выехать и стрельнуть ему в выездимую зону. Причем вы заранее должны уже знать, куда вы собираетесь стрелять и куда нужно ему стрелять. Вот сейчас ИС-2 стрельнул, он находится на перезарядке. Но наш Черчилль первый не выезжает и не дает урона ему. Он сейчас не составляет никакой угрозы, потому что он на перезарядке. Он ничего нам не сделает. Мы должны выехать и стрельнуть ему либо в НЛД, либо в лючок. Но мы не стреляем и не выезжаем, потому что наш игрок, видимо, не заметил, что он стрельнул или чем-то занят был, не знаю. Он не стрельнул. Мало того, что он не всегда может прицелиться, куда надо. Не факт, что он вообще знает, куда надо прицеливаться. Еще и не наказывает врагов, когда они безопасные, так сказать. Сейчас опять он стреляет в ближнюю щеку, в ВЛД, там куда-то между катком. Черт и куда стреляет. Сейчас он стреляет в стену, потому что он не смог навестись на Т67. И снова мы видим у этого игрока проблему, которую я недавно разбирал в другом видео. Наш игрок делает очень много лишних движений. Чел на Т67, вражеский, сам приехал, остановился и стоит. Просто успокойся, зайди в прицел, наведись на него, нажми выстрел, выйди из прицела, посмотри, что происходит вокруг, посмотри на миникарту, оцени обстановку и пойми, что нужно делать дальше, чтобы победить. Куда нужно ехать, чтобы добить врагов, чтобы уменьшить стволы в конце боя, и где нужна помощь союзников, и откуда враги могут приехать вас задавить, куда точно не нужно лезть. Нужно успокоиться и нормально доиграть бой. Не нужно очень дерганно и резко что-то делать. Наш игрок тут что-то дергается, там прицел куда-то скачет, каким-то чудом он там попадает. Еще раз стрельба снова была неправильная. Т-67 едет просто направо, нам нужно было зацелить угол дома и ждать пока пушка сведется, и когда враг будет подъезжать близко, нажимаем выстрел, чтобы Т-67 въехал в снаряд, который уже летит. Стрельба у нашего игрока неправильная абсолютно во всем. Также он еще не понимает бронированным танкам куда стрелять, и очень все делает неплавно, очень плохо. Вот такие вот ошибки в этом бою, но так или иначе он играет в правильный геймплей. Он поехал играть и участвовал в бою. Он нанес 1200 урона, он сделал два фрага, он молодец, он старался, но он сделал тонну ошибок. И если против него встретится хоть маломальски вменяемый игрок, он его просто снесет, не заметит и дальше поедет. Вот в чем беда. В том, что это все работает, вся вот эта вот безнаказанная активная игра новичка, она работает, пока ты не встретишь хорошего игрока, которых в игре сейчас довольно-таки мало. Поэтому пока что этот игрок может себе позволить получить такой результат в бою, играя с таким количеством ошибок. Сейчас мы наблюдаем, как свинка перевернулась и прилипла к стене. Нам там арта еще пытается с другого конца карты поковырять. В общем, вот такой вот бой, такие ошибки. И если вы хотите играть лучше, то вы должны играть, во-первых, активно, правильно снарядить свой танк. И, в принципе, вы должны делать все четко, грамотно, плавно, адекватно. И наш игрок на самом деле даже пытается иногда камерой от третьего лица смотреть, что делает враг, чтобы как-то подготовиться и что-то уже заранее в голове продумать, как выехать, куда стрельнуть. У него есть какие-то правильные попытки, но очень мало опыта. Он даже тут пытался что-то ромбовать, даже отбил один снаряд КВ-1, который стрелял голдой. Второй не получилось, но видно, что человек старается. Главное в таком игроке не убить вот эту активную игру, которая на самом деле правильная, но она не отточенная. Ее нужно отточить, убрать лишние ошибки, и это будет замечательный игрок. Ну, тут в конце они поедут арту до душа, да и все. Вот такие вот разборы ошибочек, присылайте реплейчики. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok